Всем привет! Сегодня в выпуске вы узнаете, что можно, а что категорически запрещается есть при больной поджелудочной железе. Панкреатит – серьёзное заболевание поджелудочной железы, требующее постоянного контроля и строгой диеты. Именно с помощью питания можно добиться ремиссии заболевания и нормализации работы поджелудочной железы. Если здоровый орган может справиться с любой поступающей пищей, то при наличии воспаления жирная или трудно перевариваемая пища не только создадут непосильную нагрузку на поджелудочную, но и ещё ухудшат её состояние. Панкреатит, или воспаление поджелудочной железы, характеризуется тем, что орган не справляется с выработкой ферментов, необходимых для процесса пищеварения. Эти ферменты должны расщеплять пищу так, чтобы она лучше усваивалась. Это означает, что нарушается нормальная работа желудочно-кишечного тракта, и организм недополучает питательные вещества. Любая форма заболевания требует строгого соблюдения определённых правил питания. Эти правила помогут облегчить работу поджелудочной железы и не допустить её перегрузки. Первое, что следует помнить, это питание небольшими порциями. Если вам некогда поесть в течение дня, и в обед вы наедаетесь на весь день так, что с трудом выходите из-за стола – это огромная ошибка. Тем самым вы не компенсируете организму ни завтрак, ни ужин, а напротив, нагружаете пищеварительную систему так, что еда воспринимается органами скорее как мусор, чем источник питательных веществ. Поэтому, если уже имеются нарушения в работе поджелудочной железы, питайтесь дробно – 5-6 раз в день, при этом размер порции не должен превышать 300 граммов. Полностью здоровым людям тоже полезно будет придерживаться данного правила, чтобы предотвратить заболевания органов пищеварительной системы. Второе правило требует исключения продуктов, которые могут вызвать раздражение слизистой оболочки пищеварительных органов. Это спровоцирует повышенную выработку ферментов. Поэтому большую часть продуктов следует употреблять в отварном или запечённом виде. При панкреатите в острой стадии следует принимать в пищу измельчённые продукты. Иногда разрешается даже только протёртая пища. Но это временная мера, так как долгий приём исключительно протёртой пищи приводит к снижению массы тела и плохому аппетиту. Как только минует стадия обострения и состояние улучшится, следует закончить питаться только протёртыми блюдами. Ещё одно важное правило – в рационе питания на 60% должен присутствовать животный белок. В переводе на граммы это означает около 200 граммов каждый день. Необходимо строго ограничить поступление в организм жиров. Разрешается употреблять в день не более 50 граммов жиров при условии разделения этой порции на разные приёмы пищи в течение дня. Важно отметить, что в качестве самостоятельного блюда жиры вовсе запрещены. Можно их использовать лишь для приготовления пищи. Стоит ли отмечать, что хлеб с салом в прикуску попадает под полный запрет? Что уж говорить, если даже сливочное масло в составе бутерброда не допускается. Ограничиваем сахар, но при этом потребление углеводов оставляем на прежнем уровне. Так, сахара в день разрешается употребить не более 40 граммов, а углеводов – до 350. Помните, что сахар – это не только белый порошок, добавляемый в чай и кондитерские изделия. Промышленные соусы, кетчупы и даже хлеб содержат сахар. Газированные напитки уж точно придётся исключить. Кстати, разрешается заменять сахар на ксилит и прочие сахарозаменители. Также исключаем из рациона продукты, вызывающие повышенное газообразование. Снижаем потребление соли. Допустимое количество соли в день – 3-5 граммов. При хроническом панкреатите следует придерживаться диеты, которая позволит уменьшить воспалительный процесс. Из рациона питания необходимо полностью исключить жареную, копчёную, острую пищу. Ограничиваем продукты, вызывающие брожение в кишечнике, а также содержащие эфирные масла и экстрактивные вещества. Под экстрактивными веществами подразумеваются азотистые и безазотистые вещества. В мясе наименьшее количество азотистых веществ содержится в баранине, а наибольшее – в свинине. Чем больше экстрактивных веществ в мясе, тем более выражен его вкус. Соответственно, крепкий бульон получится только из мяса взрослого животного. Эти вещества возбуждают секреторную функцию желудочных желёз, вызывая повышенное выделение сока для процессов пищеварения. Строго запрещается употребление в пищу ячневой, кукурузной крупы, гороха и фасоли. Из молочных продуктов под запрет попадают сливки, а также молоко и сметана высокой жирности, сыр и жирный творог. Не рекомендуется к употреблению супы на основе крепких бульонов из мяса и рыбы, а также запрещается использовать жареные овощи в качестве заправки. Среди рыбных и мясных блюд придётся исключить жирные сорта – жирную говядину и свинину, гуся, утку, форель, сёмгу, скумбрию, форель, красную икру, копчёное мясо и рыбу, консервы. Из овощей и фруктов тоже есть запретные – это баклажаны, капуста белокочанная, лук, болгарский перец, редис, а также консервы из фруктов и овощей. Все острые соусы – аджика, горчица, острый кетчуп тоже следует исключить. Сладкие и кондитерские изделия – пирожные, торты, мороженое, шоколад, кондитерский крем, песочное тесто. Они не только содержат большое количество сахара, но большинство из них обладают высокой жирностью. Грибы – это тяжёлая пища, которая при панкреатите под строгим запретом. Также придётся отказаться от жиров животного происхождения, ржаного хлеба и выпечки. Среди напитков не подойдут для употребления соки из апельсина, вишни, томатов, винограда. Газированные напитки, алкоголь, крепкий кофе и чай запрещаются. Даже если достаточно длительное время вы воздерживались от всех этих продуктов, нарушение этих правил может вызывать приступ заболевания. На самом деле, питание при хроническом панкреатите может быть разнообразным и вкусным, поэтому не стоит отчаиваться. При острой форме панкреатита в первый день лечение направлено на снижение болевых ощущений и подавление активности поджелудочной железы. Больному необходимо обеспечить холод, голод и покой. Чтобы успокоить поджелудочную железу, необходимо обеспечить поступление всех необходимых веществ – аминокислот и витаминов. Это обеспечивается путём внутривенного введения, чтобы миновать желудочно-кишечный тракт. Если нет рвоты, то разрешено принимать минеральную воду и слабо заваренный чай до полутора литров в сутки. Лишь постепенно больной сможет переходить на полноценное питание, придерживаясь диеты. При остром или хроническом панкреатите в период обострения необходимо введение нормы белков. Существуют специальные смеси, которые вводятся для питания через трубку или зонт. Рекомендуются слизистые крупяные супы или на основе овощного бульона. Употребляют в пищу нежирные сорта мяса и рыбы, порубленные и приготовленные на пару или тушёные. Разрешены протёртые овощи и фрукты, свежий нежирный творог. Из напитков – слабый чай, отвар шиповника, кисель и компот. Все блюда готовятся без использования соли. После постановки диагноза панкреатит назначается лечение медицинскими препаратами. Параллельно обязательно назначается соблюдение диеты. Стол номер 5П, который назначается при хроническом панкреатите в стадии ремиссии. Эта диета отличается высоким содержанием белков. Какие продукты разрешаются к употреблению этой диетой? Из каши круп разрешены овсянка, манка, греча и рис, приготовленные исключительно на воде. Из молочных продуктов можно есть 1% творог, кефир и простоквашу пониженной жирности и маложирный сыр. Мясные супы готовятся только на вторичном бульоне, разрешены овощные и крупенные супы, а также суп-пюре. Мясо и рыба разрешаются диетические, в рубленном виде и приготовленные на пару или отварные. Это куриная грудка, кролик, постная говядина, индейка, хек, треска, щука, минтай, судак, камбала. Из овощей рекомендуется капуста цветная и брокколи, картофель, морковь, кабачки, огурцы, тыква. Томаты следует употреблять с осторожностью, овощи отвариваются, а при некоторых состояниях больного протираются. Из фруктов разрешается употребление сухофруктов, печёные яблоки и груши. Соусы можно добавлять фруктовые и ягодные, а также на основе отвара овощей и неострый белый соус наподобие бешамель. Если хочется сладкого, то разрешаются ягодные и фруктовые кисели, желе, зефир, мусс, пастила, мёд, нездобное печенье. Сливочное и растительное масло разрешается использовать только для приготовления блюд. Можно употреблять яичные белки, а пшеничный хлеб – вчерашний. Из напитков можно морковный, абрикосовый, тыквенный сок, отвар шиповника, некрепкий чай, минералку. Приведём пример меню на день, соблюдая условия диеты стол номер 5П. На завтрак можно съесть манную кашу, приготовленную на воде, абрикосовый сок и суфле из творога. Следующий приём пищи может состоять из запечённой груши. На обед – овощной суп-пюре из моркови и кабачка, парные котлеты из постной говядины с брокколи на пару и фруктовый кисель. Полдник может состоять из нездобного печенья и некрепкого чая. На ужин – рулетики из трески, приготовленные на пару, с картофельным пюре на гарнир и компот. Если позволяет состояние, то расширение диеты предполагается только в пределах разрешённых объёмов порций и в пределах перечня разрешённых блюд. При этом следует сохранять рекомендации по приготовлению. Если соблюдать все рекомендации врача и не нарушать правила, предусмотренные диетой, то можно достигнуть комфортного самочувствия и восстановить качество жизни. Надеюсь, вы сегодня услышали что-то важное для себя. Если да, то ставьте лайк и делитесь этим роликом с друзьями и родными. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова